приветствую друзья присоединяйтесь я буду сейчас продолжать новый свой формат по чтению книжечек буду рада видеть вас так пока я не вижу ни одного человека что-то instagram начинает подтупливать последнее время очень жестко так 1 видим инга приветствую номер один присоединяйтесь спасибо я сегодня выбрала книжку для чтения чтобы ее почитать и прокомментировать это будет книга как работать со страхом и проблемными задачами я решила пока начать с маленьких своих книжек с вообще с книжек малышек очень маленьких и комментировать буду конечно же всем так понравился мой последний эфир столько обратной связи от вас услышала про книгу деньги и что в моем новом чтении когда я комментирую каждый абзац больше информации раскрывается да больше понятно становится так хоть вас сейчас и мало но я все равно начну не буду ждать никого и так какую книгу я буду сейчас читать как работать со страхом и проблемными задачами мой авторский хакер бог так начнем приветствую тебя дорогой друг в твоих руках находится хакер бог по работе со страхом и проблемными задачами это будет краткая инструкция которая поможет разобрать волнующий тебя вопрос быстро разложить его по полочкам да почему у нас что-то не решается почему у нас вообще эта проблема возникла откуда у нас появился страх и как с ним работать наша задача с вами сейчас научиться видеть суть проблемы это что у нас останавливает с вами ее решать не решать последствия этой проблемы а найти первопричину откуда все это возникает чтобы потом здравствуй грабли не говорить потому что если мы проанализируем нашу жизнь с вами то все проблемы с которыми мы сталкиваемся постоянно они у нас по кругу всегда происходят одни и те же одни и те же вот потому что нам мир усиленно просто усиленно пытается сказать что-то а мы все никак не можем это разобрать и здравствуй грабли у нас постоянно так чтобы разобраться с какой-то задачей со своим страхом со своей проблемой конечно же придется принять факт что мы создатели с вами что мы создали эти проблемы которые у нас есть не откуда-то эти проблемы возникли сами по себе не судьба такая не злой рок не люди петрушки нам их создают а мы сами с вами создаем эти проблемы собственноручно своим мышлением своими поступками и выбором своим выбором естественно выбор уже подразумевает какие-то наши действия и именно наши действия привели нас к тому к чему привели ничто извне не создает наши проблемы нам ничего вот это вы должны усвоить мы создатели всех своих проблем если мы это понимаем то мы можем это решить если мы не принимаем что мы сами создаем эти проблемы себе эти ситуации это безденежие эти болезни или еще что-то мы тогда и решить их не можем не мы создавали не нам и решать правильно но если вы допустите эту мысль что создатели этих проблем вы то конечно вы можете это исправить ваши мысли и чувства и принятые решения сотворили эти ситуации и тогда когда вы это примете вероятность решения этих ситуаций вырастает до 100 процентов надо принять что никакие внешние факторы и обстоятельства не воздействуют на вас и не могут вмешиваться в вашу жизнь вот этот факт нужно принять с вами мы креаторы мы создатели мы творцы мы своими поступками мы своими решениями своим мышлением своими программами своими блоками своими страхами действиями создаем все что вокруг нас происходит если вы это приняли значит вы можете это решить если не вы а какие-то внешние обстоятельства которые не зависят от вас создают эти проблемы соответственно вы не можете их решить но многие убеждены что все проблемы которые там вокруг от вас не зависит так почему тогда вы пытаетесь их решить если они от вас не зависит успокойтесь тогда ручки сложить и наблюдайте вот но если хотите решить на что вам придется принять что это рук ваших а не чьих либо еще так если все-таки решитесь отдать ответственность на что-то внешнее от вас не зависящее то вы и решить задачу вы тогда не сможете все зависит от того какие вы решения принимаете из какой позиции на эту задачу смотрите с позиции причина во мне или я здесь ни при чем я структурировала для вас пошаговую последовательность рассуждений чтобы все встало на свои места в этой книжке как решать свои задачи и так шаги на пути к себе шаг 1 важное и самое игнорируемое вами правило от которого зависит весь исход любой решаемой задачи это необходимо понять причину осознать откуда все у вас началось и главное для чего если вы просто боретесь с обстоятельствами и не понимаете и не хотите даже понимать откуда это возникло и для чего эта ситуация вам дана то вы не решите этот вопрос нам мир будет сигналить постоянно этой проблемой пока мы не поймем о том как мы это создаем для чего мы это создаем для чего мы проходим этот опыт что мы себе пытаемся этим сказать какие выгоды несет в себе эта задача или страх мы должны решить в первую очередь они избавляться от боли долгов и проблем нам нужно найти корень проблемы они бороться с последствиями вывод первое мы берем на себя ответственность что причина в нас я создал это и для чего-то мне это нужно и я не собираюсь ни от чего избавляться то есть мы не избавляемся от боли которая является лишь сигналом боль там моральная или физическая неважно который является лишь сигналом на те последствия которые мы сами сотворили своими поступками еще раз прокомментирую шаг 1 проговорите сами для себя можете в зеркало подойти можете просто представить и проговорить в уме я беру ответственность на себя это первый шажочек к тому чтобы ваши проблемы ваши задачи начали 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 быстренько меняться я беру ответственность на себя причина во мне я это создаю и для чего-то мне это нужно я не собираюсь ничего избавляться как только вы это проговорили ваша ситуация вокруг вас начинает разворачиваться и дает вам уже все подсказки для решения этих проблем ваших пока вы в позиции причина не во мне и не берете на себя ответственность вы никогда не сможете решить вашу проблему да вы можете ее какими-то последствиями физически до решать но эта проблема будет приходить к вам снова и снова пока вы не поймете почему вы это создаете шаг 2 мы не закрываем глаза на проблемы не отмахиваемся позитивной психологией все будет хорошо мне больно я потерплю все пройдет время лечит ничего подобного время не лечит не надо себе внушать избегание этих проблем и боли не надо на это закрывать глаза когда мы закрываем глаза на наши проблемы когда мы от них отмахиваемся психосоматика тело начнет нам давать подсказки мы начнем терять зрение с вами если не хотим видеть наши проблемы то есть мы должны принять и сказать себе да я смело хочу сейчас посмотреть своим проблемам в лицо я вижу эти проблемы да они есть согласиться и не включать позитивную психологию что вот да и ладно да это не проблема вовсе отмахиваться да и не решать и вот этого делать не нужно вывод мы говорим себе да у меня проблема и я могу ее решить я могу с ней разобраться потому что я ее создал вы прям пошагово я написала инструкцию проговариваете принимаете то что я ее создал и то что да у меня есть проблема не отмахиваться иначе тело будет вам сигналить болезнями вам это не нужно согласитесь шаг 3 нам нужно вытащить наши чувства наружу и признаться себе в этих чувствах да мне плохо да мне больно да я хочу злиться я хочу плакать меня это ранит признаться себе но как мы обычно с вами поступаем мы обычно говорим да мне все равно ты похеру то и пошло оно все нахрен то это да еще мы отмахиваемся от этих проблем но самый главный один из самых главных шагов до третий шаг это важность признания того что мы чувствуем принять и не подавлять эти чувства разрешить прожить себе эти чувства прожить свою депрессию прожить чувство плаксивости вот этой вот поплакать поскандалить похандрить мы должны прожить эти чувства ни в коем случае не запирать эти чувства внутри себя на замок потому что все эти чувства которые мы зажимаем отмахиваясь от них не разрешая им проиграться они у нас виде блоков в теле заморожены они не нашли выход наружу не проявились эти чувства которые мы испытываем но не хотим на них смотреть не хотим их проживать они вылазят болезнями болезни это просто сигнал подавленных наших чувств это нормально плакать это нормально грустить это нормально испытывать гнев это нормально выпускать наружу наши чувства но при этом не обвинять людей вокруг что он петрушка такой плохой нет мы просто должны разрешить себе прочувствовать то что мы хотим чувствовать а мы это чувствуем да но обычно такие не не хочу это смотреть нет у меня все хорошо да пошло нафиг подняли руку такие да и все меня это не трогает меня это не волнует нас критикуют нам больно надо признаться в этом что нам больно они говорит да и пофиг критикует значит у него там с башкой не все в порядке там мы начинаем говорить какие-то люди петрушки или еще что-то да это зачем его слушать мы отмахиваемся от этого но нам действительно больно когда о нас говорят там какие-то плохие вещи что-то нам пишет пытается там учить нам очень часто больно и это больно все время будет сигналить о том что мы каким-то образом это создаем для чего-то да в этом есть причина и нам надо прожить сначала эти чувства чтобы их признать и когда мы признаем эти чувства мы уже тогда можем пойти в глубину искать причину если мы их не признали мы отмахнулись естественно мы никогда не пойдем в причину мы никогда не будем искать да почему у нас это происходит мы отмахнулись забыли все зрение теряем или какие-то другие болезни накапливаем нам важно признать принять и не подавлять чувства эмоций которые возникают вывод проговариваем все что вы чувствуете без утайки перестаньте прятаться когда вы прячетесь вы просто формируете куча болезней в теле и потом это все вырывается наружу в виде каких-то проблем проблем или болезни это все сигнал подавленных чувств ничего более только ваши чувства которые вы не хотите признавать надеюсь вам понятно с этим третьим шагом четвертый шаг шаг на пути к себе как решить вашу проблему четвертый шаг нужно действовать а именно плакать злиться переживать кричать бить посуду прожить боль не внутри а по-настоящему проявляя ее выплеснуть все что есть не заменяя злость танцами позитивными мантрами или песнями никакой замены все по-настоящему действия мы должны сделать по-настоящему проявиться так как нам хочется проявиться так как мы чувствуем но при этом важный момент еще раз повторюсь не обвинять в этих своих чувствах кого-то злиться на себя и на других это разные вещи можно просто выплеснуть злость даже не зляясь на себя но а других это я вообще молчу причина во мне я это создал на меня вне не на извне никто не влиял я для чего-то создала этого микки мауса который пришел и вытянул из меня эти чувства которые внутри давно подавлялись этот актер просто помог мне вытащить эти чувства наружу спасибо ему благодарность ему а не обвинять какой подонок да делает мне больно это наша боль которая внутри нас уже давно сидит и это боль по чувствам к самому себе это боль по обиде на самого себя это боль которая которая которую вызывают в нас люди окружающие она ось свет сейчас получше сделаю она внутри нас направлена к нам самим то есть это мы себя не любим это мы себя обвиняем это мы себя критикуем мы давно уже забыли как себя любить и вот это вот боль которая внутри нас застряла по поводу себя до чтобы ее вытащить мы придумываем все эти ситуации мы творцы и создаем этих людей эти ситуации все что вокруг нас происходит да и вызывает это боль для того чтобы вытащить эти чувства люди просто пришли и помогли нам они не виноваты в нашей боли и не виноваты в наших страхах в чувстве вине и все обиды это к саму себе поэтому благодарны столько всем нашим петрушкам которые помогают вытащить эту боль изнутри нас дальше шаг 5 поддержка вам нужны зрители поддержка поле для взаимодействия поддержка которая вас поддержит выплески эмоций и вы поделитесь раскрыв душу поддержка которая не будет вас успокаивать и говорить не плачь не плачь и пытаться остановить говоря типа не плачь все хорошо нет поддержка нам нужно которая разрешит вам выпустить эмоции даже почувствует с вами например сары в соревнованиях по крику или битье посуды ищите таких людей да с которыми вы можете поделиться и если вы видите что рядом с вами есть люди которым плохо не надо их успокаивать и говорить не плачь это большая ошибка помогите ему выплеснуть эти эмоции помогите ему поплакать помогите ему прожить эти чувства не надо там его давить и абьюзить достаточно соучаствовать да в том что ему нужно сделать никогда не пытайтесь успокаивать других людей и не разрешайте чтобы вас успокаивали не надо это делать если вы видите что ребенок плачет дайте ему на реветься вдоволь да не только ребенок ваш внутренний ребенок не важно сколько вам лет всегда хочет плакать чтобы выплеснуть эмоции это нормально не стыдитесь слез не стыдитесь ваших эмоций это нормально их проявлять потому что если вы их подавляете то вы наживаете себе очень много проблем о